а что посеешь то и пожнешь начала цвести у меня фацелия начинает начинает только вот уже сегодня солнечная погода пчелки просто дуром валят хоть что-то взять хоть что-то взять принеси в гнездо потому что такие затяжные дожди были вот сегодня заскочил на липу это швах ребята швах я такого не видел правда у меня и опыт такой небольшой но липы нету нету и семьи которые остались а там сегодня обзвонил всех ребят и говорю ребята надо сниматься переехать тоже людям надо куда-то поставить понимаете люди рассчитывали там но до 10 до 8 до 12 июля что пчелы постоят на липе потом какое-то время на подпечатки там может быть доником чем-то подпечатают они чем вот и сейчас срочно нужно предпринимать какие-то меры предпринимать какие-то меры для того чтобы переезжать переезжать куда обратно сюда вот на этот кусочек фацели ну дай бог что там где-то где я говорил что там может быть тоже она начинается уже цвести вот ну хотя бы чтобы пчелки хоть чуть-чуть шевелились а до отводки они не зароятся а семьи которые на медосборе семьи которые на медосборе сейчас для них очень сложная пора потому что ну официально считается до 10 июля идет раевая может пчелы войти в раевое а после десятого якобы начинается основной взяток и пчелы в роевое состояние уже не войдут но по той погоде а сейчас а сейчас прогнозируется жара свыше 30 градусов вот так вот бах и такие перепады ну работаем сегодня что интересно будет покажу в течение дня вот проверил да не работала совсем не работала воспиталка эти дни постоянно делал до закладку пытался переформатировать ее пытался усилить сократить расширить предпринимал какие-то меры но сегодня обрадовала процентов 60 уже есть приема сегодня вечером сделаю до закладку вот как бы на смену тем облетевшимся маткам которые я должен отправить у меня будет что поставить ну и нужен небольшой запас поэтому работаем братья в нос не вешаем и вспоминаю как бы совет своего учителя если пчелы не работают на мед пчеловод должен работать на пасеку следующего года да вот сегодня забыл попросили рассказать как я заселяю нуклеусы дружные ребятишки сиропчик есть еще там стревожили тут маточник им ставил потревожил потревожил ладно девчонки аккуратненько надо придавливается пчелка крышки низкие вот они ничего собираются они обратно но для того чтобы заселить эти микронуклеусы первый год у меня тоже не получалось пчела слетала я ничего не мог сделать потом я пришел к выводу тоже смотрел ролики разные я забирал пчелу на тачке у себя сыпал ее брал белое ведро который пластиковая с крышкой которая продается сыпал туда пчелу с рамок с другой пасеки расстояние примерно 7 километров где они возможно уже не вернуться вот и после этого как бы разливал сироп и закрывал плотно крышкой пчелу кто-то сбрызгивает ее но я пришел к выводу что прыскать не обязательно наверное прыскать не обязательно потому что это необходимо там где вы на одной пасеке делаете эти отводки но как правило они слетают вот а когда я помещаю их ведро закрываю и переезжая на обратно себе на стационар они поглощая кислород увеличивают долю углекислого газа в ведре понимаете они становятся квелами когда я приезжаю уже на место я открываю крышечки разливаю сироп беру черпачок и черпачком накладываю вы микронуклеусы я не стараюсь закрыть не стараюсь и сыпал насыпал крышки открытые пчела уже никуда не девается она потеряла ориентацию она не знает куда и лететь и лететь она начинает облетоваться вокруг своих микронуклеусов и садиться обратно в них после этого закрываю крышки вот и нуклеусы начинают начинают жить примерно это вот так вот выглядит конечно они тут застраивают полностью ну единственный недостаток у микронуклеусов что предназначены по всей видимости они для вывода единожды маток потому что матка вышедшая она засеивает полностью и вот сейчас вторым маткам которые сейчас выйдут ну фактически просто-напросто некуда будет сеять вот пчелки облетываются это хорошо потому что засиделись они за эти нелетные дни вот я думаю что сегодня может быть и маточки полетят на облет может сегодня может быть завтра какие-то сегодня какие завтра ну теперь уже как говорится погода наладилась хотя в воскресенье опять обещают дождь ну кратковременные дожди они не мешают ну просили еще рассказать о корнеоле вот подробно сейчас не получится потому что длинные ролики они не интересны а я еще хотел попробовать проскочить на липу посмотреть что там ну и показать вам если получится если смогу проскочить если нет то ребята извините вот а по-моему желтая маточка какая-то пыталась в 50 улей залететь в улей ну наверное в это время нежелательно находиться на пасеке или она ушла на облет может кто-то видел желтенький или это пчела была мелькнула или же эта матка пыталась зайти вот а может наоборот она только вышла на облет что я заметил по корнеоле я забираю же часто маток для продажи вот и держать долго эту семью этот отводок я не могу потому что мне надо сразу подставлять зрелый маточник если у меня зрелого маточника нет а в это время начали лупиться майки матки бывает и такое вот что приходится делать в этот момент конечно ну подставлять видите дошел до этого в этом году до того что начал делать отводки от семей инструментального осеменения потому что но катастрофически не хватало пчелы вот выходив выкручивался как уж вот но самое главное решить проблему приходилось посаживать неплодных маток я посаживал как неплодных маток кордаван так и неплодных маток корниола так вот что я заметил неплодная матка корниол неплодная матка от корниол принимает принимается семье лучше мохнатая ли она не мохнатая даже бывает сутки я продержу ее в клеточке Я вот еще раз хочу сказать, что в бегудях матки больше, наверное, суток не живут. Если матка вышла вечером или ночью, утром в обед вы можете ее уже живой не достать. Пчелы не могут достать через вот эти толстые стенки бегудей, кормить ее. Необходимо пересаживать маток неплодных в клеточки, ставить им специальную рамку, где вы располагаете эти клеточки. Дайте немножко канди в эти клеточки, но клеточки должны быть закрыты, и чтобы через клеточку матки кормили. Так у вас будет возможность их какое-то время держать. Так вот, я заметил, что неплодных маток кардаван принимают лучше. Вы знаете, движение матки почти всех, она прыгает на рамку. Первый рядом кто оказался? Трутень, пчела по барабану. Она скакает, скачет на него, заскакивает попкой, его обворачивает, сидит как наездница. И прям, понимаете, такое ощущение, что она его кусает там, с таким зверством она налетает в эту семью. Рядом находящиеся пчелки там, наверное, шары будут, что за зверюга прибежала. И все, и маточка принята. Прихожу, вечером смотрю, там, допустим, до обеда заставлял, вечером смотрю, ну, корнеол приходится сразу метить, потому что они, ну, такие, больше похожи на пчелу, и потом трудно найти. Вот. У кордаван этот прием происходит хуже, хуже. Если матка мохната, только вылупилась, ее примут сразу. Если она чуть-чуть уже где-то пожила отдельно, если она начала где-то развиваться, прием уже будет сложный. Поэтому с кордаван, вот, ну, это мои замечания. Рассказать больше о корнеоле и о кордаван сейчас не получится. Времени маловато. Это можно будет сделать на прямом эфире. Поэтому в ближайшее время, как немножко время освободится. Вот видите, сегодня бах, липа прекратила. Сейчас товарищ звонит, буквально недавно снял своего рая над пасекой там, понимаете. Ну, ситуация, надо осматривать семьи, и по сей видимости, надо делать будут где-то отводки. Ну, сначала надо посмотреть их состояние. Возможно, они вошли в раевое состояние, возможно, не вошли при такой погоде. Вот. Поэтому вперед и с песней. И смываясь пасеки, потому что начинают гудеть трутни. Трутни постоянно выходят на свой трутневый банк, подзаправились. И пошли опять наверх. Ну, пока щурок не слышно. Может быть, кто-то сегодня и облетится. А может быть, нет. Будем наблюдать. Поехал. Ну, вот я подъехал. Это пасека Назара. И, по сей видимости, это вышел рой. Сейчас мы выйдем, посмотрим. Да, он, наверное, куда-то уже прививается. Если это не один только рой. Да, сразу ворвался. Я сейчас накину маску. Жалко, нету с собой прыскалки. Да, вот он я, в середине роя захожу. Наверное, сейчас будет прививаться вот сюда. Вот сюда куда-то из кустов. Наверное. Посмотрите, что делается после. О, о, о. Тут, наверное, не один рой. А вон уже один привитый. Ну, что ж, надо ехать. А вот второй прививается. Видите? А вон там сверху первый, второй. Сейчас тут, наверное, будет висеть их не одна куча. Да, вот, похоже, отсюда выходит откуда-то. Ну, что, надо ехать. О, о, кто не видел выхода раёв. Назар, а ты говорил, роевая пора закончилась. Ну, что, получится, не получится снять сегодня рой. Вот такая работа пчеловода, понимаете? Вот он, вот он прививается. Сколько он повисит? А-а-а, гудят пчёлки, гудят. А липота отходит. Вернее, отсохла. Ребята, не судьба мне раила, вид. Тот, как висел наверху и висит. Вот. Если посмотреть на него, я не смогу его достать. Вот. А этот не привился. Пока за ящиком поехал. Он, что-то ему здесь не понравилось. А тот вот там висит. Начал осматривать свои семьи. Вот она, маточка этого года. Крайний отводок у меня стоял. Я вам говорил, что матка майская. Выбез её на... Вот посмотрите, я, конечно, усиливал отводок, да? Но вот своя жёлтая пчела. И облетевшись, по всей видимости, на своём трутне. Посмотрите, какого она цвета. Конечно, здесь присутствует тёмная пчела. Но это из того расплода, которым я усиливал эту семейку. Ну, роевых маточников нету. Матка сеет. Будем идти дальше. На этом сегодня, ребята, заканчиваю снимать. Большой ролик получится. Жалко, что не получилось снять роя. Но не судьба.